Ну да, вот сейчас как, они там придумывают, как им там эту республику придумать, как им там этих ситхов придумать, с жедаям там и всякую другую заразу. И то один вариант, то другой вариант, и сами с собой там грызутся, как три головы цербера. Но все равно в результате не получается. Там получается, есть, ну есть предыстория, как бы, к Звездным Войнам. Ну, в конце выходит так, что в каждом эпизоде Звездных Войн они взрывают огромную космическую станцию, на которой сидят враги хороших, так сказать. При этом они, эти хорошие, они учитывают, что они взорвали станцию, на которой находились тысячи людей, и сценаристы не могут уже что-то новое придумать. Они просто эту станцию в каждом эпизоде изображают больше и больше. Представляете, какая глупость? Я не разумела, как больше и больше. Ну, смотрите, Джордж Лукас ещё в какие-то 80-е годы, если не ошибаюсь, отснял трилогию «Звёздные войны». Там, получается, в первом эпизоде взорвали звезду смерти, так называемую, космическую станцию. А в третьем эпизоде построили ещё большую и ещё большую взорвали. Просто не смогли придумать новый сюжет. Не смогли придумать, что там взорвали или не взорвали. А просто в первом сюжете. И сейчас в седьмом эпизоде опять взорвали такую же штуку. То есть у них, получается, есть семь эпизодов. Семь эпизодов. В первом эпизоде взрывают небольшой космический корабль такого же типа, такой же круглый, также населён врагами, так сказать, хороших. Во втором эпизоде взрывают несколько космических кораблей, но не таких уже. В третьем там свои глюки, в четвёртом опять взрывают круглую космическую станцию. В пятом свои глюки, в шестом опять взрывают круглую космическую станцию. И в седьмом взрывают круглую космическую станцию. Семь эпизодов, в четырёх из них делают один и тот же трюк. Куча мелких истребителей летит и взрывает космическую станцию круглой формы. То есть сценарий, заведомо, знакомый, выходит так, что ничего нового не придумают. И что получается? А если бы, допустим, экранизировать войну промысла с нагами, экранизировать войну с князем тьмы, экранизировать проповеднические подвиги промысла? Потому что, с одной стороны, кажется, что проповеднические – это что там экранизировать? Но он путешествовал по всей Земле, а где-то здесь, получается, оставались цивилизованные люди, где-то уже одичавшие люди, где-то какие-то свои версии. То есть всё это очень интересно. И даже сейчас, к примеру, я сделал несколько видео на тему сериала «Флэш», о концовке сериала «Флэш». Там идея такая, что человек сверхбыстро бегает, и самый быстрый человек на Земле. Но в этом сериале там не состыковок как внутри самого сюжета, так и не состыковок с реальностью огромное количество. Однако в текстах ведических описывается история того же Ведриха XVII, о котором я вам вчера уже говорил, помните? С Ведрихами тоже интересная история. Получается, Ведрих – это эпитет дровицкого князя. Но там династия, которая называлась династией Ведрихов, но не все князья из этой династии, даже будучи правителями государства, получали эпитет Ведриха. Некоторые там оставались со своими именами и так дальше. Но самые лучшие получали такой эпитет. И основатель династии называется Ведрих-основатель, и дальше идут порядковые номеры. Ведрих-первый, Ведрих-второй, третий, 25-й Ведрих, Ведрих-воитель, и дальше до 300-го номера идут снова порядковые номера. Ничем не замечали. Нет, у них есть эпитеты, однако у них есть еще порядковый номер. А получается, у основателя и у воителя порядковых номеров нет. Я не знаю, по какому принципу династия Ведрихов определялась, кому дадут номер, кому не дадут. Но что интересно с Ведрихом, что Ведрих-17 изучал идею сверхбыстрого перемещения объекта. Он использовал частицы, сейчас еще эти частицы не открыты, но это частицы, которые двигаются со сверхбыстрой скоростью. И получается, он, эти частицы, вообще при нормальных физических обстоятельствах, эти частицы прошивают обычную материю насквозь, и оно даже и не видно. То есть такие частицы могут пройти через металлический колокол, и мы никак это не увидим, не почувствуем, и это не отразится на самом колоколе. Потому что они намного меньше, чем атомы и молекулы. С аналогичными, но теми, что находятся в колоколе, они не столкнутся, потому что у них есть свои поля притяжения и отталкивания. И эти частицы, они могут солнечную систему быстрее, чем за секунду пересечь. Но Ведрих XVII создал способ экранировать эти частицы, помещать их в такое поле, которое не давало им прошивать стандартную материю, и привязывать их к гравитационному полю Солнца. А потом, когда он гравитационную привязку отпускал и устанавливал, допустим, слабую гравитационную привязку с какой-то другой звездой, они заставляли его капсулу перемещаться в ту сторону, которую он выбрал. И таким путем он мог перемещаться на сверхскоростях, за вороток нейронов. Я все почула, но не да, у меня клалось в голове. Что не уложилось? Ну, можно сказать, я не вся зрозумела, как я думала... Как его звали, помните? Ну, Ведрих Наций, конечно, он працювал шинами, передвижением просфактами. Он изучал частицы, которые меньше квантов. Он создал силовое поле, которое не давало им прошивать стандартную материю. То есть он научился как бы их отлавливать, можно сказать. И он с помощью других технологий ставил им гравитационную привязку. Образно говоря, он наловил мешок этих частиц и привязал их к якорю к Солнцу. Дальше он установил в его капсуле возможность потенциальной установки вот этих якорей со всеми звёздами нашей Галактики и чёрными дырами. И он, допустим, на долю микросекунды отпускает якорь этих частиц, вернее, этого мешка с частицами, образно говоря, мешка по отношению к нашему Солнцу и усиливает якорь по отношению к какому-то другому Солнцу. А потом обратно восстановляет все якоря. Но частицы как бы уже перемещали его. То есть он пересылся над швитисно. Да. Ну, так же меньше. И проблемой было в том, что вот этот способ давал ему даже возможность существовать в одном и том же месте в нескольких версиях своих. То есть он мог создавать дубликаты в себе, которые являлись им же. Но они с такой скоростью от него как бы… То есть, как это объяснить так, чтобы оно… Ну вот представим, сейчас возьму второй телефон, к примеру, вот капсула Ведриха, допустим. Он с такой быстрой скоростью переместился сюда, что по отношению ко всем остальным наблюдающим он остался здесь, но здесь появился ещё один он. И дальше, учитывая, что он намного быстрее скорости света всё это делал, то для всех остальных, хоть для него это как бы было понятно, что он это и есть он, но для любого стороннего наблюдателя, не понимающего, что происходит, могло показаться, что там их два. А если он ещё несколько таких перемещений сделал, то могло показаться три, десять и сколько угодно. Плюс, если он это делал в районе чёрной дыры, и с помощью колодца чёрной дыры как бы переводил в альтернативную материальную фазу свою временную копию, то он мог поддерживать как бы такое двойное существование на протяжении даже нескольких лет. Проявлялся в багато разово одночасно, можно сказать, так? Но это именно не вследствие духовного совершенства, а вследствие именно разделения чисто на материальных таких физических законах. Так вот, проблема случилась тогда, когда его сын решил испробовать данную технологию, чтобы победить одного зловещего демона. Демон своей силой уничтожил управляющую систему капсулы, и капсула просто рассыпалась, те частицы уничтожили материальность капсулы. И уничтожили даже окружающие корабли, которые там находились. Синий белый пик. Так вот, вот этот сюжет, с одной стороны, мог бы стать намного более интересным, чем сюжет сериала «Флэш». С другой стороны, это всё то, что можно не только, о чём можно помечтать, а то, что можно научно воспроизвести. Физически это чисто, вот как по законам нашей Вселенной он это делал. Это не фантастично, это даже не на духовной силе, даже не на духовном осознании, и не волей богов, и не с помощью демонов, а конкретно с помощью науки Ведрих мог создать сверхбыстрое перемещение. То есть, получается, если бы про Ведриха XVII снимали фильм или сериал, то это, с одной стороны, был бы и интересный, захватывающий сюжет, а с другой стороны, это было бы и некое наставление, стимул для учёных, типа «давайте, воспроизводите». Субтитры подогнал «Симон»